Продолжение следует... Опять на ней Жданки сыграли. Вот Смерть Миссандеи... Смерть Миссандеи интересная вещь. Реально, потому что, ну... Она как-то додвигает сюжет все же. Ну, все-таки. Вот это смерть, которая двигает сюжет, по сути. Потому что предыдущие смерти просто закрывали сюжетные ветки. А сейчас, конечно, ну все, не будет Короля Ночи. Там многие писали мне, что типа... Да подожди, вдруг Король Ночи воскреснет. Кто так верил? Я так сразу знал. Просто восемь сезонов вели к чуваку, который сдох и все забыли про него. Последние три серии просто забыли. Похуй. Похуй, кто это? Там видение, снег будет в Королевской Гавани. Похуй в Королевской Гавани. Теперь лето, ёпта. В прошлом сезоне там, когда Джейми отъезжал, снег пошел. А в этот раз там лето, ёпта. Вот это вот. Вот это да. Неплохо. А зима же кончилась, все. Король Ночи победили, все, зима навсегда прошла. Все кончилось. Мертвые легли. Всем похуй, конечно, да. Так, ну ладно, давайте по очереди пойдем. Значит, празднование было. Празднование было забавное. Джендри, типа лорд. Лордом сделали. Интересно. Ну, это просто конец его ветки, я так понимаю. Дальше с этим никак работать не будут. Плюс с помощью этого дали Арье уйти. Арье пойдет в Королевскую Гавань и ебанет Серсею. Так же, как ебанула Короля Ночи. Проверяйте. Так же в живот. Там еще ребенок будет. Она такая, я ребенка убила. Вот так будет, типа. Ну, празднование забавное, конечно, было. Но там фан-сервиса много, много было. Вот это, да. Конфронтации Джона Дейенерис и Санса во время празднования заставляли как-то немножко, как это сказать. Быть в напряжении. Потому что непонятно, что от этих персов идешь. Тут они как-то в напряге все сидят. Все думают. Непонятно, короче. Ну, Бриена и Джейми, вот эта вся их арка любви, она пиздец, что-то надуманная. Ну, типа, окей, шип шипом, но они, типа, друзья были. Бля, какая любовь. Лол. Просто любовь выдумали на последней серии. На самом деле, так это не верится. Такая это картонная хуйня. Может, Бриена любила даже Джейми, но Джейми вот никогда, ну, из-за того, что он напился туда пришел. Ну, в принципе, можно так сказать. Ну, как-то не знаю. И потом в итоге он просто уезжает. Не знаю, к чему это все было. Вот просто к фан-сервису. Какому-то. Может, потом в конце битвы, когда будет за Церсея сражаться, он вспомнит, что... Вот, у меня есть Бриена, она моя любовь, типа, такого будет и убьет Церсея. Да, это жестко будет. Ну, ладно. Верим в лучшее. Верим в лучшее. Значит, что происходит потом? Конфронтация Джона и Дейенерис по поводу правды. Кто такой Джон? Ну, понятно, что у сериала нет времени вот на это все, чтобы как-то людям доказывать, что Джон это Эйген, поэтому все верят в нас. Но это понять... Это... Я понять могу. Это такая условность, которую мы принимаем и искренне верим в нее. В принципе, объяснить эту условность тоже можно. Потому что Бран все знает, все ему верят уже. Потому что, ну, он знает такое, чего никто не знает. Поэтому все его поговорно верят. И Тирион, и Варис. Потому что все они видели, на что способен Джон. Но самое забавное, что Джон ведет себя как Нед Старк в первом сезоне. А как мы помним, Нед Старк из-за того, что он хотел всем что-то рассказать, в итоге грохнули к хуям собачьим. Но тут будет наоборот. Потому что я уже вижу, что... Из-за того, что Джон там всем понарассказывал, кто он такой, в итоге для него наоборот все благоприятно станет. Потому что про него же рассказывают, что он, типа, вот, Таргариен. Круто. Это круто, он Таргариен, он станет лучшим. И все такие, да. Вот эта вот сумасшедшая Белобрысая поехала уже совсем. Ее нужно как-то... Варис, Варис умный. Ебнет. Изначально же это Варис ее хотел ебануть. В первых сезонах. И сейчас он опять хочет ее ебануть. Круг. Он прошел, круг. Он понял. Вот здесь он был в точке, что ее надо ебануть, и потом что-то пошло не так. В итоге он приходит в эту точку, то есть замкнутая петля по отношению к Дейенерис. Типа, ты думаешь, ну, ее надо ебнуть. Она помешает. Потом такой, бля, может не помешает. Вот так проходит круг. А нет, надо ебнуть. Ха-ха. У Варис хорошая точка зрения. Ну, вот этот вот, кстати, момент с Варисом и тем, что они с Тирионом, ну, типа, говорили о том, что Джон может стать настоящим наследником Семи Королевств. Это, наверное, единственный такой, действительно, цепляющий какой-то момент в духе старой Игры Престолов, вот именно по диалогам. Что какая-то интрига есть со Престол. Типа, на Серсею всем похуй. Понятно, что ее как-то грохнут. Она точно не победит. Что-то с ней будет. Вопрос, какой ценой. Возможно, это всем интересно. Просто так быстро переключились с одного на другое, что следить не успеваешь. Эм. Вот. Что можно сказать? Ну, что есть, то есть, следить не успеваешь. И не больше интересно, кто в итоге займет трон. Дейенерис или Джон, или никто из них. То есть, итоговая конфронтация вот этих двух персонажей действительно интересна. Действительно интересно. Но мне кажется, что в итоге они как-то померятся, найдут компромисс, потому что говорили, что концовка будет в духе Властелина Колец, такая горько-сладкая. Может, кто-то из них один умрет. Конечно, если... Дейенерис привел, чтобы, ну, была армия у него какая-то. Рассказал миру о Короле Ночи. Но, по сути, сам он какой-то вклад в эту битву не внес. То есть, его линия льда и пламени... То есть, название цикла буквально, ну, у Джонни Сноу. То есть, песнь льда и пламени, и Джон Сноу как лед и пламя. Должен что-то сделать неимоверное, потому что его сюжетную арку закрыть просто тем, что он умрет в битве, защищая Дейенерис, это будет очень... Ну, это тупо. Потому что, по сути, Джон Сноу главный персонаж. То есть, вот это вот всего, что есть дело, он, по сути, главный. То есть, с драматургической точки зрения. Потому что во всей истории должен быть лидирующий первый персонаж. В любой. Ну, потому что по-другому не может быть. Может быть, куча разных героев поначалу, но какой-то один в итоге должен появиться, из-за которого все это происходит. Это классика. Это классика, это мономиф, по которому держатся все сценарии. И, по сути, это этим персонажем в шестом сезоне сделает Джона Сноу. И мне интересно, как закончат его сюжетную ветку. Потому что логичное завершение сюжетной линии, что Джон Сноу все-таки становится королем. И это действительно будет логично. То есть, понятно, к чему это все приводит. Джон Сноу становится королем, все охуенно, но Дейенерис умирает. Вот этот прикол. Типа, ветка Дейенерис кончается тем, что она умирает. Типа такого. Ну, как я вижу, это единственный логичный вывод, как закончить ветку Дейенерис в итоге. Потому что мы видим сейчас на столе конфронтации персонажей. Это один из единственных способов завершить. Если Дейенерис выживет и умрет Джон, то это будет слив всей драматургии, по сути. Потому что, ну... У Дейенерис изначально были все права, когда у Джон просто был лохом. Сейчас они меняются. И Дейенерис должна сделать, ну, что-то такое невообразимое. Короче, это надо будет посмотреть по двум оставшимся сериям. Вот. А здесь, кстати, еще закрыли сюжетную ветку Тормунда. Ну, в принципе, нормально закрыли. Сюжетную линию Сэма, походу, тоже закрыли. Словами вот этими. Ты был всегда мне другом. Сюжетная линия Сэма кончилась. Как-то, знаете, вроде кончается логично вот эти все сюжетные ветки. То есть Сэм сделал свое дело. Он нашел способ, типа, как остановить ходоков, типа, он нашел правду о Джонни Сноу. Ну, типа, и все. Вот ты думаешь, такой, это ж... Ну, типа, конец логичный. Он такой, и все, да. И все. Но с Тормундом, ладно, с Тормундом понятно, там может быть и все, да. Там супер логично. А с Сэмом что-то как-то, ну... Думал, что он, типа, разъебет, а он, ну, рассказал и как бы все. И такой, и все. Не знаю, как-то двоякие ощущения. Не по этому поводу. Вот, конечно, сюжетную линию Короля Ночи закрыли. Ух, бля, пизда-то. Просто это самое позорное закрытие сюжетной линии в Игре Престолов, которое было просто пизда. Такое не забудут, потому что я сейчас заходил на серию, и там, ну, типа, оценки четвертой серии на IMDb. Там у нее стоит сколько там? 7,7. Типа, они уже просто там фанаты и ставят низкие оценки просто по инерции. Типа, 7,7 у четвертой серии Игры Престолов, в которой, ну, сейчас вышла самая низкая оценка из всех серий. Вот. Какие еще сюжетные линии закрыли? Ну, понятно, что закрыли сюжетную линию Беррика. В принципе, закрыли тоже логично, но тоже возникает ощущение, типа, и все. Не поговорил об этом в прошлой серии, не мог. Типа, тоже возникает ощущение, и все. Теон, супер, вот Теон красиво умер. Теон умер красиво, охуенное завершение сюжетной линии его. Просто лучше придумать нельзя. Умер в Интерфейле за дом, за Брана, охуенно. Вот. Что там еще? У Джороха тоже пиздатое завершение сюжетной линии, тоже понравилось. Лиана Мармонт, это вообще, я не знаю, что это за персонаж, кому он нужен был. Просто фан-сервис персонаж, всем похуй. У Мелисандры тоже завершение очень странное, типа, мне не понравилось. Завершение сюжетной линии Мелисандры. И кто там еще умер-то? А, Эд. Ну, у Эда, на Эда похуй была, как бы, и умер он, да и похуй. Вот. В общем, пока это все завершения. Ну вот, сюжетная линия Дженнери, ну, закончилась вроде красиво, тоже мне понравилось. Стал лордом штормового предела. Как по мне, красиво. Только он еще не стал, потому что Дейнерис нужно победить, но если победит, то нормально. А, сюжетная линия Миссандея, как завершилась, неожиданно, охуенно. То есть, буквально прервали, вот как раньше убивали персонажей, прервают их сюжетную линию, но это дает что-то для развития других персонажей. И сейчас вот бомбанет Дейнерис, посмотрим на ее действия в пятой серии, в битве за Королевскую Гавань. Ну, это битва за Королевскую Гавань будет, конечно. Посмотрим на эту битву. Она будет днем, судя по промо, который я посмотрел. Если днем, то будет все видно, никто жаловаться, наконец, не будет. Спасибо, создатели. А прикиньте, в итоге, что все деньги уйдут на... На самом деле ушли на эту битву. Она будет ухуенная. Верим, верим, надеемся, ждем, как говорится. Единственное, что странное было в конце, это то, что Дейнерис пришла с группой какой-то сраных, безупречных. 50 человек. И Серсе ее не расстреляла. Вот, типа, тут у меня объяснения нет. Вот этого момента, типа, почему она ее не расстреляла. Потому что это расходится с логикой персонажа. То есть персонаж действовал так, что он сделает все, что угодно. Лишь бы спасти себя и то, что он имеет. Все, что угодно. Любую подлость. Это Серсея. Она взорвала к чертовой матери Септа Бейлора. И когда у нее появляется возможность просто перестрелять всех предателей, они пришли к ней на открытый бой, она этого не делает. Это расходится со всеми ее поступками, что были до этого, и этому нет объяснений. Просто сделали, потому что это была красивая сцена смерти Миссандея. Потому что по-другому сделать было невозможно. Сценаристы кто? Правильно, деды, блядь. Поэтому вот этот момент напряг. Потому что вот это вот уже сюжетная дыра называется. Вот именно это. Потому что то, что не делает Серсея, вот как все думают, что она сделает, это расходится с ее персонажем полностью. У нее уже есть ребенок в утробе, и она не убивает потенциальных врагов. Убей их сейчас, и вся проблема будет к чертовой матери решена навсегда. Но она этого не делает, а до этого она это делала. Вот в чем вопрос. В этом вопрос. В поступках. В поступках откроется. Короче, не знаю. Эпизод, ну, такой неплохой. Я бы не сказал, что он прям охуенный. Что-то там еще неплохой. Есть вопросы, конечно. Но мы ждем битву. Единственное, что прям супер понравилось, это вот конфронтация Вариса и Тириона насчет того, кто круче, Джон или Дейенерис. Вот это в духе старой Игры Престолов. Ну и Смерть Миссандэя еще. Все остальное, конечно. Чуток фансервиса. Чуток сценария дедов. Чуток завершения сюжетных линий. Чуток диалогов ни о чем. И вот все в таком духе. Ждем следующую серию. Там должен быть, наверное, Клиган Боул. Опять Ария. Короче, Эпик. Должен быть опять Эпик. Надеюсь, что со следующей серией у меня не бомбанет так, как с предыдущей. Это Игра Престолов. Восьмой сезон. Пока что все идет ожидаемо. Всем удачи, всем пока. Берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой серии.